Для нескольких подразделений, естественно, футбольная академия, общеобразовательная школа, интернат, где проживают 70 иногородних детей. Ну, кроме этого, у нас даже есть еще и женский футбол. Я, как, в общем-то, мой непосредственно руководитель, да, Ларин Николаевич, директор всего центра, пропагандирую и стараюсь проповедовать, что наше будущее – это молодые футболисты, что им нужно доверять, что их нужно развивать и всячески поддерживать. К сожалению, реалии на сегодняшний день таковы, и вы, кстати, в какой-то степени это подчеркнули, что большинству тренеров нужен результат здесь и сейчас, соответственно, его достигать как можно за счет более опытных игроков. Но мне кажется, должен быть какой-то определенный баланс, который важен, безусловно, во всем. Это, естественно, опытные игроки, но если, например, я еще иду о клубе ФНЛ, которых взяли там из ПФЛ, чтобы тем самым попытаться какой-то сделать бизнес, взяли за рубль и продали за 10 рублей, но и привлечение, естественно, и доверие к молодым игрокам. Вот, и надеюсь, и искренне вам желаю найти вариант трудоустроиться и поддержать нашу задумку, что молодые игроки – это наше будущее, это, в конце концов, национальная сборная России. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.